Добрый вечер, уважаемые зрители! Приветствуем вас на воркшопе, на котором мы разберем ключевые, вернее, обязательные задачки из экзамена CFA уровень 1 и поможет нам в этом Егор Вакарюк, CFA, который является ведущим экспертом курса подготовка, собственно, одноименного, пардон за тавтологию, курса подготовка к экзамену CFA уровень 1. Он ведет, он будет вести, он уже, вернее, провел множество потоков этого курса, будет вести осенние, грядущие, ну и, на самом деле, подробности мы расскажем чуть позднее. Егор, рады приветствовать тебя в нашей виртуальной рубке. Всем добрый вечер! Всем добрый вечер, спасибо большое, что присоединились к нам в столь позднее время, нашли, соответственно, возможности. Сегодня мы с вами, ну, на самом деле, я вот так издалека немножко зайду, поставили задачу подобрать какие-нибудь такие наиболее интересные разделы, соответственно, курса CFA, которые можно было бы применить, соответственно, скажем так, в нашей текущей экономической реальности и посмотреть, как работают определенные инструменты. На самом деле, вот в последнее время, да и не только в последнее время, на самом деле, уже достаточно давно, компании, многие компании, не только компании, соответственно, это и люди, сталкиваются с проблемой хеджирования определенных рисков. Мы сегодня с вами не сможем, конечно же, все эти аспекты обсудить, но вот смотрите, очень простой пример, с которого я хотел бы, так сказать, начать для затравки. И, наверное, к огромному сожалению, мы вот в последние годы с вами сталкиваемся с очень большой волатильностью на рынке валют, к примеру, соответственно. Ну, в России традиционно, это страна, где достаточно большое количество импортных составляющих. Вот представьте, у вас есть какая-то компания, которая продает в Россию, соответственно, продукцию, ну, например, автопроизводители. С какой проблемой сталкивается компания, на самом деле? Она сталкивается с компанией с тем, что в России она продает продукцию свою, соответственно, за рубли. А как бы на родине, так сказать, ей надо отчитываться, ей надо представлять свои финансовые результаты в какой-то другой валюте, ну, в своей национальной валюте. Вот. И проблема в том, что у компании возникает риск, неопределенность, а сколько они заработают выручки и прибыли в своей национальной валюте. Вот я такой пример приведу, в общем-то, не из далекого относительно прошлого. Он, может быть, не самый хороший будет, не самый приятный, но тем не менее. Это 2014 год, извините, 2015 год, самое начало, после такого резкого скачка курса рубля, ну, понятно, что стали цены меняться на импортные товары, на импортные, соответственно, услуги. И вот одним из ярких таких примеров – это вот как вели себя цены автопроизводителей в российских салонах. Вот. На самом деле, я могу сказать, что я достаточно пристально следил за ситуацией, именно в силу профессионального, скажем так, интереса, что одним из последних, кто достаточно сильно поменял цены на автомобили, была японская компания, японский концерн Toyota. Соответственно, я стал потом разбираться, а почему вот как бы Toyota, соответственно, именно были последние, кто, в общем-то, взялись за изменение цен, и на самом деле, как ни парадоксально, таким образом выиграли достаточно сильно в доле рынка. Почему? Потому что у конкурентов уже цены поднялись, они уже пошли вверх, соответственно, от Toyota, и достаточно долго удалось эти цены удерживать. Ответ очень простой. Ну, я потом говорил с сотрудниками, соответственно, с менеджментом компании, так и middle management. Мне сказали, что у них выручка по продаже, соответственно, была захеджирована на один год. Да, цены они там немножко раньше подняли, ну, нет, наверное, год я все-таки, наверное, вас обманываю, на полгода. И это гораздо более длинный, соответственно, хедж, гораздо более длинное хеджирование, чем у других производителей. Это позволило Toyota, соответственно, на более длительный период отдерживать цены на основные автомобили, и таким образом, ну, в общем-то, больше реализовать автомобили, выиграть по сравнению с конкурентом. Вот сегодня мы, на самом деле, обсудим с точки зрения курса CFA, как это можно сделать, как можно захеджировать свои риски определенные. Это риски выручки или риски затрат, риски инвестиций, но именно с точки зрения там некоторых инструментов. Да, мы сегодня проговорим про опционы немножко, и мы поговорим с вами про фьючерсы. Вот если говорить именно про тот пример, который я обозначил, про Toyota, там было хеджирование такими классическими форвардами, соответственно, валютными форвардами, которое позволило Toyota, ну, в общем-то, достаточно высокую долю рынка занять на тот момент. Егор, прости, что влезаю. Ты сейчас продемонстрировал наглядный пример профессиональной деформации, поскольку представил себя не с традиционной стороны, как мы обычно говорим в разделе о себе, а сразу пошел в индустрию и рассказал про свои наблюдения и свою аналитику, скажем так, с передовой. Это очень здорово. Мы тем самым сократили блог о тебе. Я предлагаю потихоньку переходить к приветству, вернее, к тому, к видению, к воркшопу, и рассказать о тебе немножко в двух словах, как мы привыкли. Что скажешь? Да, отлично, Роман. Ну, вот я, конечно, дико извиняюсь, но я параллельно сам еще смотрю нашу презентацию, я вижу там тебя и меня. Вот. Нет никакой ошибки у нас, соответственно. Я про что тебе и говорю, мы еще не перешли на презентацию. Да, да, все, давай переходить. Это было длительное такое. Да, 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 я поэтому и шучу про профдеформацию, что ты привык вещать в таком ключе бодро на лекциях и уже убежал вперед меня. Переходим, в общем-то, да, на презентацию. Давай тогда наши зрители прочтут, как мы всегда говорим, мы ненавидим читать со слайдов. Прочтите, пожалуйста, со слайдов регалии Егора. Я лишь скажу про то, что у Егора огромное количество положительных отзывов от тех, кто не только проходит подготовку к CFA, к экзамену в стенах SF Education, но еще и сдает этот экзамен. Мне кажется, это очень такой жирный плюс в его карму, как преподавателя, как эксперта. И бытует даже легенда, что Егор обучил, подготовил к CFA даже того человека, который не хотел этот экзамен сдавать. И вроде как поправь меня, но он тоже сдал. По крайней мере, так говорят. Вот. Собственно, я думаю, что пока вы читаете, Егор, возможно, ты дополнишь эту информацию о своем опыте или регалиях, так, если в двух словах. Ну, я буквально несколько слов скажу, потому что это, в общем-то, достаточно, ну, может быть, не самая главная сегодняшняя часть. Я сам сдал CFA достаточно давно, еще в 2011 году. Занимаюсь преподаванием CFA уже около 10 лет. В общем-то, ну, наверное, как бы я не хочу показаться каким-то очень, так сказать, наглым или амбициозным. Наверное, про CFA в России мало кто знает, столько, сколько знаю я. То есть я уже CFA плотно как бы 14 лет. Вот. Тем не менее, это не основная моя деятельность. Я начинал так классический путь как некий финансист, потом переквалифицировался в инвестиционщика. Вот. И в настоящий момент я являюсь менеджером, то есть финансовым директором. Занимаюсь, так скорее, скажем, операционными вопросами, но при этом отвечаю за достаточно широкий там пул вопросов. Это инвестиционная деятельность и так далее. И, в общем-то, в связи с этим я могу, ну, как бы некие моменты обозначить, ну, я так скромненько скажу, обозначить, которые можно вот взять в прикладную, соответственно, CFA и применить для наших российских реалий. Ну, все-таки CFA – это американский сертификат, в первую очередь. Он, в первую очередь, ориентирован на американские рынки. Американский фондовый рынок, соответственно, более 50% всех оборотов. Российский фондовый рынок, он намного, как бы, скромнее. Но, тем не менее, как бы достаточно большая часть блоков, она применима именно для российских реалий. И я бы хотел сегодня вот об одном из таких блоков поговорить, именно о хеджировании определенных рисков, скажем так. Да, CFA – тема большая, и поэтому за время воркшопа очень сложно покрыть какой-то огромный пласт. Поэтому мы для вас собрали задачки, в которых непосредственно вы, уважаемые зрители, будете принимать участие. Это воркшоп. Готовьте свои блокнотики, ручки, садитесь поближе. Будем считать, будем думать вместе. Ну и пару слов про то, что такое и кто такие SF Education. SF Education сейчас – это, пожалуй, без преувеличения, один из немногих, чуть ли не единственные, не соврать, финансовый онлайн-университет в России, который может представить такое количество профессиональных программ, которые отличаются тем, вернее, своей программой подготовки, опять-таки, к CFA, что доводит буквально за ручку, избавляя вас от муторной самостоятельной подготовки. Егор не даст соврать, у нас огромное количество выпускников, которые в том числе работают в SF Education, работают в крупных компаниях. И, как недавно говорил Ренат Гелядов, с которым мы ввели финансовое моделирование воркшоп, в его компании рассматривают позицию SF Education, вернее, прописку в резюме, как превалирующий фактор. То есть это ваше преимущество при поступлении на работу. Ну и, естественно, у нас плотное сотрудничество с крупными компаниями, которые устраивают сессии какие-то и отбирают, закидывают вакансии в том числе в наш университет и набирают себе кадры. Собственно, все бонусы вы можете просмотреть на слайде. Презентацию мы вам раздадим. Поехали дальше. Давайте разберемся с тем, что вы сегодня узнаете на воркшопе. Вы узнаете, как рассчитывается выплата по опционам, как рассчитать максимальную прибыль по колл и пут опционам, и какая из сторон контракта выигрывает, и как определить размер прибыли и убытков по фьючерсным сделкам. Ну и на этом этапе я, пожалуй, передам микрофон Егору, чтобы он полноценно начал свое вещание. Егор, я буду ждать от тебя команд переходить на Excel-ку или на какие-то другие, о чем мы договорились, источники. Да, спасибо большое. Сейчас, прямо одну секундочку, я так, у меня презентацию мы, соответственно, да, загрузили. Значит, смотрите, вот мы сегодня с вами обсудим два инструмента хеджирования. На самом деле, первый инструмент, о котором мы с вами поговорим, это будут опционы. Значит, смотрите, вот какая перед нами стоит задача. Я обозначил. Мы хотим с вами захеджировать, например, выручку, или мы хотим с вами захеджировать, например, соответственно, затраты. Я потом приведу не самые, так сказать, удачные примеры хеджирования в российских компаниях и так далее. У нас есть несколько таких вариантов хеджирования. Но вот первый инструмент, который мы с вами рассмотрим, это опционный контракт. То есть опцион дает возможность, грубо говоря, зафиксировать вам какие-то параметры сделки. Давайте посмотрим. Значит, смотрите, опцион, вот что это такое? Давайте пока финансовым языком, соответственно, обозначим, а потом я обозначу таким достаточно простым бытовым языком. Опцион или опционный контракт – это некий инструмент или контракт, который дает право провести сделку с базовым активом по заранее определенной цене на определенную будущую дату. То есть по-другому, соответственно, мы можем сказать, что мы можем сейчас уже с вами договориться о том, по какой цене нам будут продавать или покупать базовый актив в будущем. Соответственно, есть два вида опционов. Это опцион call, так называемый опцион покупателя. То есть что такое опцион call? Опцион call – это опцион, который дает возможность, соответственно, вам приобрести некий актив на определенную дату времени в будущем по заранее определенной цене. Значит, второй вид опционов – это опцион put. Соответственно, эти опционы дают право вам продать актив на определенный момент в будущем по определенной цене. То есть в чем, на самом деле, логика стоит? Вот у вас сейчас есть какие-то, например, какой-то будущий контракт. Будущий контракт на поставку оборудования. Это оборудование импортное. И вам надо, соответственно, заплатить будет за поставку. Там 1 миллион евро, 2 миллиона евро и так далее. Предположим, что поставка будет через 3 месяца. Вот вы не понимаете, соответственно, по какому курсу вам придется в итоге покупать это евро, если вы будете его покупать ближе к дате поставки. И вы хотите убрать эту неопределенность. Вы, например, переживаете, что евро будет стоить не 86 рублей, как сейчас, а, к примеру, 95 и так далее. Или даже еще больше. И вы, соответственно, понесете убытки. Как вы можете уйти от этого риска? Вы можете приобрести опцион. В данном случае вам надо будет купить колл-опцион на покупку, соответственно, необходимую сумму евро, приблизительно близко к дату контракта. То есть, по сути, на самом деле, и в чем это принципиальный момент, опционы представляют из себя принципиальное отличие от фьючерсных договоров, с которыми мы поговорим немножко попозже. Опционы представляют из себя покупку страховки от изменения цены базового актива. То есть, вы покупаете себе страхование, соответственно, и если у вас происходит страховой случай, в данном случае страховым случаем будет, в случае с колл-опционами, это удорожание цены актива, а в случае с пут-опционами, это удешевление, соответственно, цены актива. Вы покупаете себе страховку, в соответствии с которым вы будете получать выплаты определенные. Ну, смотрите, если на бытовом уровне говорить, вы обычно страховку покупаете вместе с чем-то. Ну, например, у вас есть автомобиль, и вы, соответственно, страхуете этот автомобиль от повреждений или квартиры и так далее. Вот опцион на самом деле вам, скажем так, не обязательно покупать вместе с активом. То есть представьте, например, вот представьте такую ситуацию, что вы могли бы купить страховку, договориться с страховой компанией, но на другого человека. То есть у вас есть там какой-то важный приятель, подруга, и вы приходите к страховой и говорите, я хочу как бы с тобой заключить некое, скажем так, соглашение, в соответствии с которым, если у него произойдет страховой случай, ну, не дай бог, да, я получу какую-то определенную выплату, это call option, да, или я, например, буду осуществлять. Определенную выплату, это put option. То есть, по сути, на самом деле, это страхование от каких-то определенных случаев. В данном случае страховыми случаями будут рассматриваться изменения цены базового актива, то есть, соответственно, снижение или повышение. Так, Роман, наверное, нам надо двигаться дальше. Переключаемся. Я на всякий случай, да, себя скрыл, чтобы не загораживать тебе слайды. Да, спасибо большое. Как я говорил, всего есть два вида опционов. Это так называемые call-опционы, опционы покупателя и put-опционы, опционы продавца. Значит, call-опцион. И как следствие у нас появляются четыре, скажем так, позиции, в которые мы можем занимать по этим опционам. То есть, мы можем купить эти опционы и мы можем, ну, как если мы там финансовый институт, если мы брокер, на самом деле, да, в принципе, это любому доступно, просто это сопряжено с определенными рисками, достаточно высокими. Мы можем как бы выступить имитентом или продавцом, соответственно, этого опциона. То есть, мы, по сути, можем стать той страной, которая будет страховать другую страну от рисков. Вот, вот встает вопрос, а зачем нам это делать? Вот зачем нам с кем-то заключать соглашение, по которому мы будем обязаны осуществить выплаты? Ответ очень простой. Это так же, как с страховыми компаниями, а потому что мы будем получать, соответственно, страховую премию, да, то есть плату за страховку. Вот представьте, например, к нам пришел какой-то там, ну, приятель и говорит, я вот переживаю, что там, например, изменится валютный курс. Ну, я так как бы по-простому, соответственно, попытаюсь объяснить. И вы можете что с ним сделать? Вы можете с ним договориться и сказать, вот давай с тобой договоримся, я тебе продам, как бы, коллапсун. И если, соответственно, цена доллар-рубль станет больше, чем 75, то все в превышении, я тебе, как бы, дополнительно буду заплатить, платить, соответственно. Ну, то есть, если, например, цена станет 77, за каждый такой опцион, соответственно, за каждый доллар я буду доплачивать по 2 рубля. То есть, соответственно, разница между ценой опциона, так называемой ценой strike и ценой базового актива на дату экспирации. Вот. Соответственно, моя задача, как продавца, заработать премию. Я должен прикинуть, а вот какой размер справедливой, соответственно, стоимости такого опциона, который, ну, грубо говоря, позволил бы мне заработать, да, позволил бы мне, как минимум, там, не уйти в убытки, а в идеале, соответственно, еще заработать. Ну, это не предмет сегодняшнего нашего обсуждения, но я думаю, что многие из вас, как бы, знают, да, что есть некие, там, формулы, модели для определения опционной стоимости. Самая известная из них – это модель Блэка Шоуза. Она немножечко, соответственно, обсуждается в первом левеле, ну, с точки зрения, как бы, факторов, которые влияют на стоимость опциона, но более детально она рассматривается, соответственно, на втором левеле CFA. Вот. Соответственно, вот такая вот перед нами стоит задача. Значит, я часто, да, Роман, если можно, дальше. Я часто произношу фразу, соответственно, вот захеджировать, как бы, риски определенные. Вот говорил уже, в том числе, такое выражение, как базовый актив. То есть это тот актив, риск изменения стоимости, которого мы с вами будем пытаться захеджировать. Вот, как правило, опционы выпускаются на такие активы, как, соответственно, товарные, как на стоимость товаров, на то, что у нас называется на слайде товарные фьючерсы, на валюту, на, соответственно, на стоимость акций, стоимость индексов, соответственно. Вот это основные позиции. Но, в принципе, опционы – это так называемые внебиржевые инструменты. Что это означает? Это означает, что вы можете прийти к брокеру или в крупный банк, который будет выступать, соответственно, дилером, и напрямую с ним договориться, напрямую с ним договориться о том, что он у вас приобретет, соответственно, извините, вам продаст или, наоборот, у вас приобретет, но, как правило, продаст, да, соответственно, вам какой-то определенный опцион. Вот. То есть, это такая двусторонняя прямая сделка, и смотрите, какая, на самом деле, из этого возникает проблема. То есть, вы можете прийти в банк и сказать, уважаемый банк, значит, вот мне надо осуществить платеж по, например, кредиту. Ну, вы, как компания, да, давайте там какой-нибудь в размере 10 миллионов долларов на конец года. Соответственно, у меня там валюта платежа будут доллары, я переживаю, что курс доллара очень сильно изменится, поэтому давайте мы с вами договоримся о том, что мы заключим с вами опционный контракт. И вы мне продадите по цене, ну, я там, например, не готов дороже 76 рублей покупать. Вам банк с удовольствием продаст такой опцион. Единственное, что он, как бы, будет, ну, соответственно, вам придется заплатить за это опционную премию, вам придется заплатить за это в том и страховке. Вот из того, что я сказал, уже достаточно очевидным становится следующее. Если вы придете в банк и попросите заключить с ним опцион на покупку по цене 76, такой, соответственно, рублей за доллар на конец года, такой опцион будет дешевле, намного дешевле, чем если вы, соответственно, придете в банк, придете к дилеру и попросите, соответственно, заключить с вами договор на продажу долларов по курсу 80. Да, то есть, соответственно, если у вас есть право купить по 76, соответственно, такое право стоит намного дороже, чем право купить по 80. Вот, поэтому опционы такие вам банк, соответственно, с удовольствием, как бы, предложит. Но почему я говорю, на самом деле, с удовольствием? Банк, как правило, в этой ситуации будет выступать как так называемый дилер, да, соответственно. То есть, он не будет брать эти риски на себя, он постарается найти вторую сторону, которая бы, ну, которая бы он смог этот контракт продать в противоположном управлении. Что я имею в виду? Вот, смотрите, вы договорились, например, с банком купить валюту по 76. Что сделает банк, как дилер? Банк будет бегать по рынку, даже, скорее всего, сначала начнет бегать, он будет искать того, кто ему продаст на ту же самую дату, например, опционы по 75, соответственно, там 75-50. Нет, давайте, наверное, то же самое, по 76, пусть будет по 76, но при этом он это право выкупит до второй страны дешевле, чем вы заплатите ему. То есть, вы, например, заплатите за это, не знаю, 3%, к примеру, а он будет искать того, у кого он это право купит за 2%. Вот, и таким образом он будет уходить от ценового риска, уходить от риска цены. Единственный риск, который у него останется, это риск второй стороны. То есть, мы говорим, что это, соответственно, небиржевые инструменты, и вот проблема, которая здесь возникается небиржевыми инструментами, и это, соответственно, проблема, которая связана с тем, что вторая сторона в определенный момент времени просто не сможет произвести расчеты. Давайте с вами сделаем такой вот простенький пример, разберем, как осуществляются, соответственно, выплаты по опционам. Вот у нас есть с вами первый пример, практическая работа номер один. Открыто. Да. Значит, смотрите, предположим, что мы с вами приобретаем put-опцион за 3 доллара, и при этом цена strike у нас по базовому активу составляет до 40 долларов. Ну, предположим, что базовым активом выступает акция. Что это на самом деле означает? Это означает, что у нас есть право продать эту акцию второй стороне по 40 долларов в какой-то определенный момент в будущем. Соответственно, на самом деле, вот такие стратегии очень часто применяются когда? Когда вы покупаете акцию, и одновременно вы покупаете страховку на то, что цена этой акции не упадет ниже какого-то определенного уровня. Это так называемый, это называется protective put, защитный put-опцион, который в себя включает портфель цены бумаг, который состоит из акций, и put-опционов на их продажу в квартирной цене. То есть, если у вас, соответственно, цена падает, то вы получаете выплату по опциону, которая компенсирует ваши убытки. Значит, смотрите, у нас цена strike становится, как бы, по опциону put, по опциону продавца, который мы заключили, составляет 40 долларов. Значит, в тот момент, когда опцион экспирировался, да, то есть, когда пришла дата расчета по этому опциону, значит, цена базового актива, то есть, цена акции составила 42 доллара. Смотрите, в чем у нас заключается вопрос, наша задача. Чему равна стоимость акциона в дату экспирации, и чему равна прибыль убыток инвестора по такой операции, по такой сделке? Вопрос, на самом деле, достаточно простой, если мы понимаем природу, соответственно, опциону. Вот смотрите, у нас put-опцион, это опцион продавца. Он нам дает право продать, соответственно, по фиксированной цене. В данном случае продать по цене 40, да, ну, некий базовый актив, как бы, условно, по цене 40. Значит, смотрите, на момент экспирации у нас этот базовый актив стоит 42. Что мы в итоге с вами имеем? У нас, получается, право продать за 40 то, что стоит 42. Это право на момент экспирации ничего стоить не будет, соответственно, потому что нам невыгодно продавать за 40 то, что стоит 42. Да, нам было бы выгодно, например, это продать по 35, соответственно, по 33 доллара и так далее. Но так как цена базового актива в момент экспирации опциона оказалась выше, чем так называемая цена страйк, цена исполнения, то у нас, в общем-то, опцион как бы экспирируется, то, что называется, вне денег. Out of the money, вне денег, и никакой выплаты мы по нему не получим. То есть такая ситуация бывает, и из этого будет вытекать, ну, как следствие, ответ на вторую часть вопроса, а именно прибыль, убыток по нашей позиции. В данном случае у нас убыток наш как бы составит 3 доллара, да, то есть мы потеряем опционную премию, но зато в какой-то момент времени мы себя чувствовали спокойно, мы не переживали, что цена акции упадет на ниже 40 долларов, соответственно. Давайте дальше. Давайте посмотрим вот такую задачку. Это задание уже для вас. Она, на самом деле, носит, может быть, немножко более сложный характер. Егор, прости, пожалуйста, я совершил вторжение в эфир. Я всегда говорю нашим спикерам на воркшопах, что когда мы переходим к заданию, мы должны прям громко вот так в камеру сказать задание, чтобы люди сели поближе и приготовились думать, а не только слушать. Ну, или слушать и думать, это у кого как. Вот, так что задание. Хорошо, отлично. Значит, у нас есть некий инвестор, да, некий там трейдер, которая купила за 2 доллара 45 центов колл-опцион, то есть опцион покупателя с ценой исполнения 42, ну, например, на акцию, да, соответственно. Значит, то есть что означает? Она приобрела за 2,45 право купить акцию за 42 доллара, соответственно. Значит, смотрите, какой у нас вопрос. Нам надо посчитать цену акций, при которой совокупная прибыль по такой сделке нашего инвестора составит 3 доллара. Вот, то есть по-другому. Смотрите, в какой, до какой цены должна подняться акция, чтобы в итоге наш инвестор по своему колл-опциону заработал, во-первых, заработал хоть что-то, да, потому что это не всегда на самом деле удается. Вот мы с вами в предыдущем примере видели, что у нас с вами убыток сформировался, а во-вторых, заработал аж целых 3 доллара. В общем-то, пример не самый простой, наверное, но, тем не менее, соответственно, попрошу, может быть, кто-то сможет быстренько, соответственно, сообразить, почему у нас в таком случае будет равна вот эта вот цена. У нас уже в чате появились ответы, хочу я тебе сказать, так что... Да, я вижу. На самом деле, смотрите, я уже могу, да, как бы отвечать, комментировать. Давай пока только не рассекречивайте правильный ответ, еще буквально 30 секунд, чтобы сохранить интригу. Хорошо. Вот. Мы еще обычно шутим, что когда ответов очень много, то зрители присматриваются к ответам, выбирают самый популярный и начинают копипастить его. Мы призываем не делать этого, да, а использовать собственные знания. Это есть тоже в CFA такой раздел, называется Behavioral Finance, поведенческие финансы. И это один из, как бы, вариантов поведения трейдеров-инвесторов на рынке, когда они, так сказать, подсматривают, но за самыми продвинутыми, так сказать, инвесторами-трейдерами и пытаются их неким образом, соответственно, скопипастить. Но это не относится ни в коем случае к нашим, так сказать, слушателям. Воистину. Егор, я предлагаю барабанную дробь и огласить правильный ответ. В чате в 47-45. Да, смотрите, на самом деле ответ абсолютно верный. Значит, в принципе, вы быстро уловили. Смотрите, как здесь, как бы, очень быстро на коленках посчитать. Вот у нас с вами появляется право купить по 42. Вот давайте дальше соображать. Вот чтобы нам в ноль выйти, на какую цену должно, я вам задам вопрос, я же на него, на какую цену должна акция подняться, соответственно? Она должна у нас подняться на 42-45, правильно? Вот на 42-45, когда мы поднимаемся, смотрите, нам выплатят 2-45, и мы такую же заплатили премию. А мы хотим не в ноль сработать, а мы хотим, соответственно, заработать прибыль еще 3 доллара. Поэтому к этим 44, я, может быть, там немножко заговорился, 44 долларам, 45 центов нам еще 3 доллара надо добавить, и мы получаем 47 долларов 45 центов. То есть, смотрите, давайте можно с другого, соответственно, конца зайти. Вот если у нас цена, как вы правильно написали, будет 47 долларов 45 центов при экспирации, значит, чему у нас будет равна выплата по нашему опциону? Мы получим выплату в размере 47-45 минус 42. То есть, соответственно, у нас с вами выплата получится 5 долларов 45 центов. И мы заплатили за то, чтобы выиграть эти деньги, мы заплатили за вход 2 доллара 45 центов. То есть, в итоге у нас чистая прибыль получится 44-45. То есть, у нас в итоге чистая прибыль получается 3 доллара. Абсолютно правильно. Да, давайте двигаться дальше. Так, следующий слайд традиционно у нас это вопрос, уважаемые зрители. Хотите ли вы что-нибудь спросить по данному блоку? Если вопросов нет, мы тогда переходим дальше и будем ждать, какие вопросы у вас появятся далее. Но я так понимаю, что пока у нас, судя по ответам в чате, все понятно. Отлично, супер. Но смотрите, второй блок, он на самом деле является таким логичным продолжением первого. И это такой неординарный взгляд, если так можно выразиться на опционы. Вот давайте представим теперь, что мы купили с вами какой-то опцион. И вопрос, на который мы хотим здесь, так сказать, ответить, это, а есть ли у нас какие-то, скажем так. Прости, пожалуйста, я тебя перебью. Просто тут Артур писал в чате вопрос, пока ты переходил ко второму блоку. Могу ли я обозначить, вернее, оговорить? Да, я вижу вопрос, я вижу вопрос, смотри, да, Артур, вопрос вижу, соответственно, смотрите, на что покупают опционы. Вот опционы в основной своей массе, в основной массе это так называемый внебежевой товар. Что это означает? Это вы приходите к банку и можете, соответственно, заключить опцион на любой контракт, на который договоритесь, соответственно. Но, как правило, основные контракты, по которым, то есть, выпускают основные, так называемые, базовые активы, на которые имитируют опционы, это те базовые активы, которые надо захеджировать. Вот в основном хеджируют валюту, соответственно, комодити, сырье, да, то есть компания, например, покупает там нефть какую-то, она переживает, что вот она сегодня покупает за 70 долларов, а завтра ей, может быть, понадобится за 85 долларов. То есть, в принципе, хеджируются комодити, хеджируются, соответственно, стоимости финансовых активов. но так как это большая часть опционов это вне биржевой инструмент вы можете прийти в банк и договориться о чем угодно главное чтобы вам удалось договориться и я думаю что основным пунктом договора соответственно это будет цена но смотрите есть опционный деск это биржевые как бы да даже в том числе московской бирже есть соответственно биржевые опциона вот значит сейчас второй вопрос я вижу значит но именно биржа она выпускает опционы на самые популярные скажем так на самые популярные ходовые базы актива а значит что это за опционы это индекс как ни парадоксально соответственно это индекс то есть вы можете купить некую страховку от того что индексы ну например там rts или s&p 500 он упадет ниже какого-то уровня или поднимется выше какого турнира друг вас там short например по индексу да это соответственно валюта и это соответственно комодити до сырье в основном это нефть и металлы но я как я говорил большинство опционов это вне биржевые товары и то есть это как бы звучит так знаете там опционы там что-то такое супер но реально вы приходите в банк и вы можете договариваться о любом соответственно базовом активе любом товаре просто проблема еще понимаете в чем заключается в том что банк или брокер до которым вы придете договариваться соответственно он будет искать вторую сторону то есть он не будет как правило брать на себя риски соответственно он будет искать вторую сторону ему надо будет найти вторую сторону который тоже был бы интересен этот базовый актив вот если вы заключите на сцену на цену там я не знаю канцелярских принадлежностей ну примерно перед глазами лежит соответственно будет сложновато вторую сторону найти. Поэтому в основном это коммодити, валюта, соответственно, индексы, ценные бумаги. Но в принципе это может быть любой товар. Значит, читаю вопрос от Сергея. Цена опциона закладывается в процент от будущей сделки или она будет складываться в заранее оговоренный объем? Смотрите, значит, вы когда приходите в банк, вы когда приходите, вот еще раз, давайте по-простому, представьте, что вы покупаете страховку. То есть, соответственно, вы покупаете страховку. Вот от чего? У вас, например, на автомобиль страховку КАСКО. Соответственно, будет ли у вас эта страховка зависеть от стоимости автомобиля? Да, безусловно, будет. То есть, если у вас там автомобиль стоит одну сумму какую-то условно, это тоже и стоимость страхования. Если у вас автомобиль стоит в 10 раз дороже, то и стоимость страхования тоже будет дороже. Но, кстати, не факт, что в 10 раз она будет дороже. То есть, банк оценивает очень многие параметры. Волатильность, соответственно, и так далее. Но главное, на самом деле, если по-честному говорить, банк думает сразу, а по какой цене я смогу это купить у какой-то другой страны. И вам с самого начала заключения сделки, вам на самом деле надо заплатить вот эту страховую премию. А дальше уже, если, как я говорил, произойдет по-простому страховой случай, то есть если базовый актив станет дороже, чем фиксированная цена, или он станет в случае с колл-опционом, или он станет дешевле, то тогда уже вам будут, соответственно, выплачивать. Вот вы уже никому ничего не будете платить, как вы, как покупатель опциона. Но вторая сторона, она, возможно, будет вам платить в том случае, если этот страховой случай произойдет, соответственно. Вот. Окей. Спасибо большое, Егор. Давай маленькую ремарку сделаем для наших зрителей о том, что мы будем стараться отвечать на вопросы в сжатом формате, чтобы успеть разобрать все, что мы хотели в рамках сегодняшнего воркшопа, и никто не отвалился от усталости. Переходим давай ко второй теме. Да, ну, еще раз я говорю, что вторая тема является продолжением, соответственно, да, первая тема. То есть мы сейчас разберем вот такие, на самом деле, два простых графика и вопрос, который мы зададим. А какова максимальная прибыль и максимальный убыток по опционам, соответственно? Вот мы купили с вами опцион, предположим. Вот первый график, который нас интересует, это график прибыли по колл-опционам. Вот смотрите, какая на самом деле ситуация получается достаточно интересная. То есть пока у нас с вами цена базового актива, предположим, цена акции не дойдет до цены исполнения, мы с вами будем, мы как страна, которая покупает колл-опцион, мы все время будем сидеть с вами в убытках. И этот убыток, он будет равен, соответственно, премии, которую мы заплатили. То есть, по сути, простым языком, у нас с вами не наступает страховой случай. Страхового случая нет. И потом, как только цена базового актива превышает цену страйк, в нашем эквиваленте это наступление, соответственно, страхового случая. Мы начинаем с вами потихонечку получать выплату. То есть, представьте, мы застраховали, например, мы заплатили за страховку 100 тысяч рублей, к примеру. Но у нас страховой случай наступил на 10 тысяч, к примеру. Ну, то есть мы все еще в минусе. Мы еще раз попали на еще один страховой случай. На втором страховом случае нам заплатили плюс 20 тысяч рублей. Итого мы на минусе, на минус 70 тысяч. Вот. Такой график выплаты, соответственно, по колл-опциону. То есть, смотрите, что мы здесь видим на этом графике. Мы видим, что как покупатели колл-опционов у нас, с одной стороны, есть ограниченный убыток, который равен опционной премии. То есть, в крайнем случае, мы с вами теряем опционную премию. Но, соответственно, как с другой стороны, наша прибыль, она остается по-прежнему неограниченной. То есть, цена базового актива, если она двигается, соответственно, вверх, мы с вами в прибыли все еще не ограничены. То есть, если мы купили какую-то цену акции, она выстрелила очень резко, выросла, не знаю, на сотни процентов, на две сотни. Мы фактически всю эту прибыль сможем забрать себе. То есть, с одной стороны, мы вот эту небольшую, мы как бы жертвуем, так сказать, вот этой премией и немножко жертвуем апсайдом. Значит, следующий похожий график – это пут-опционы, но здесь уже, смотрите, здесь уже немножко зеркальная картинка. То есть, что такое пут-опцион? Это опцион продавца, это право продать. Мы хотим продать, в случае, если мы покупаем пут-опцион, по фиксированной цене. Вот смотрите, пут-опцион, держатели пут-опционов, для них выгодно, чтобы базовый актив снижался в цене. То есть, они начинают выигрывать тогда, когда базовый актив дешевеет. И что мы здесь с вами видим? Вот давайте посмотрим пока другую ситуацию, когда базовый актив дорожает все время. Вот если базовый актив дорожает, то есть мы купили, например, страховку от снижения цены акции ниже 40 долларов, а цена акции стала 70, 80 долларов, 100 долларов. Мы с вами потеряли опционную премию. Ну, как бы печально, но ничего страшного. Хотя зависит от цены, от стоимости этой премии. Но, смотрите, с другой стороны, если вдруг цена акции стала дешеветь, или цена просто какого-то базового актива, мы начинаем получать с вами выплату. Но вопрос здесь довольно интересный. То есть, смотрите, вопрос следующий. Он, давайте, вот если вы можете в чат написать, вот до какой, до какой, соответственно, до какой, как бы, величины у нас может упасть стоимость акции. Вот. Вот если мы, например, базовый актив, ну, на самом деле, не только там базовый актив, соответственно, но любое. Если у нас базовый актив выступает акция или индекс, вот до какого минимального значения она может, как бы, свалиться. Пока тебе пишут, что прибыль всегда ограничена сроком опциона, Дмитрий пишет. Да, но, смотрите, давайте вот тебе немножко, я согласен, как бы, с Дмитрием, да, но, опять же, вот опцион, он, как бы, может быть, ну, например, там, 6-месячный, 7-месячный, опционы, как правило, конечно, не очень длинные. Но, тем не менее, есть, как бы, много кейсов, когда там ценные бумаги, они растут прям стремительным образом за это время, да. Ну, я не хочу там называть всякие такие хайповые истории, типа, там, GameStop или так далее. Но, в принципе, что нам мешает, чтобы цена акции выросла, и такие кейсы определенные есть, там, на 50% за полгода, на 100% и так далее. Вот, да, вот смотрите, правильно говорите, что в теории ноль. То есть для нас, как для покупателя, путь опционов лучшая самая история, когда цена акции обвалилась до нуля. Ну, это если у нас только путь опцион на руках, соответственно. И что мы здесь видим? Что у нас выплата в таком случае будет равна, как бы, страйк, соответственно, страйк минус ноль. То есть я хотел, на самом деле, показать, что вот если по колу опциону прибыль, я еще раз подчеркну, теоретически не ограничена, теоретически, то по ПУТу она ограничена, соответственно, снизу тем фактом, что базовый актив подорожает, ну, упадет, соответственно, в цене до нуля. Вот. Поэтому у ПУТа, как бы, апсайд немножко поменьше. Это все такие экстремальные, как бы, положения. Но, тем не менее, смотрите, то есть в случае с обоими опционами мы с вами рискуем опционной премией, а получаем, соответственно, при этом, ну, практически неограниченный апсайд. Да, то есть по сути, как бы, да, я вот еще раз подчеркну, я с самого начала, что это, по сути, некий аналог от финансового риска. Давайте с вами перейдем тоже, у нас времени не так много, давайте перейдем к практическому заданию следующему, потому что я еще хотел про второй инструмент хеджирования рассказать немножко подетальней. Значит, мы с вами открываем практическую работу номер два. Я, может быть, не, да, значит, значит, у нас есть инвестор, который приобрел ПУТ опцион со страйком 40 на акцию, которая торгуется по цене 43. Ну, то есть он купил опцион, который был не в деньгах, то, что называется, на момент, соответственно, на момент сделки. Значит, какой размер максимальной прибыли по ПУТ опциону и какова стоимость опциона при экспирации, если цена акции составила на момент экспирации 41? То есть тут, на самом деле, два вопроса. То есть теоретически максимальный размер прибыли, соответственно, по ПУТ опциону и цена, и, соответственно, выплата и стоимость опциона, если цена составила 41. Вот смотрите, первый вопрос, мы, в принципе, на него ответили. То есть максимальный размер выплаты по ПУТ опциону будет составлять 40 долларов, а прибыли, соответственно, будет составлять 39 долларов. И это произойдет в драматическом сценарии, когда у нас цена акции упадет до нуля. Соответственно, если цена акции упадет до нуля, мы получаем 40 долларов, из них, соответственно, чистая прибыль наша составит 39. Вот смотрите, если у нас на экспирацию цена акции стояла 41, у нас тут опцион, то есть право продать за 40 то, что стоит 41. Это право будет вне денег, соответственно. Это право будет вне денег, оно ничего стоит не будет, и мы просто свою опционную премию, соответственно, потеряем. То есть у нас с вами сам опцион, в таком случае момент экспирации не будет иметь выплаты, и его стоимость будет равна нулю. Вот, ну давайте теперь похожее задание. Задание. Надо кричать громко, да, задание. Значит, смотрите, у нас инвестор приобрел акцию за 33 долларов и одновременно продал, продал, видите, здесь уже чуть-чуть прохитрее, колл опцион со страйком 35 долларов. При этом опционная премия составила 3 доллара, соответственно. Какова максимальная прибыль и максимальный убыток для инвесторов в таком портфеле? В общем-то вопрос, на самом деле, очень такой нетривиальный, если так можно выразиться. То есть, смотрите, здесь я давайте чуть-чуть поподробнее объясню условия. Я думаю, что, к сожалению, эта задача будет так тяжеловато будет с налета сразу решить, так сказать. То есть у нас инвестор, у него, на самом деле, здесь уже портфель, получается, ценный бумаг. То есть, с одной стороны, у него акция, соответственно, с другой стороны, он продает колл опцион со страйком 35 долларов. Вот. Значит, смотрите, при этом запродает он за 3 доллара. Значит, какова максимальная прибыль и убыток для инвесторов в таком портфеле? Вот не сам, на самом деле, такая простая задачка, но, тем не менее, если бы кто-то из вас… Сколько мы даем времени на раздумье? Даем обычно минуту, но бывают делаемые исключения. Да, если бы кто-то хотя бы смог обозначить, соответственно, как это… Ну, приблизительно, в каком направлении нам надо мыслить, это было бы, соответственно, замечательно. То есть ты разрешаешь нашим зрителям определить хотя бы вектор решения, а не даже результат этой задачки? Ну, ты знаешь, чат пишут, и то, что наши зрители дают ответ параллельно с ходом твоей мысли, это уже говорит о том, что народ подготовленный, и он включается. Это очень здорово. Так, что-то одновременно… Давайте подождем какие-нибудь ответы. Надпись «Печатает исчезла» из чата, мы призываем эту надпись себе вернуться, там было как минимум 3-4 участника. Мы надеемся, что вы не могли все-таки так резко передумать, но ждем ваших положительных ответов. Естественно, мы потом дадим блок с вопросами, и вы можете спросить все, что у вас наболело на душе по данному блоку. Так, кто-то снова пишет. Так, Егор, мы на самом деле, если никто ничего не ответит, мы с тобой можем переходить к плану B, который, естественно, не планировать. Ну, на самом деле, как бы задачка достаточно сложная, и вот если так можно выразиться, я бы так сказал, что с точки зрения экзамена, это так называемый advanced question, и если возможно, я бы хотел, соответственно, прокомментировать, потому что, если честно, я тут сам просто ее параллельно решаю, и, в общем-то, прихожу к мнению, что это, мягко говоря, не самая, так сказать, простая задача, вот, но здесь нам, как бы, нечего, соответственно, стесняться. Ну что, мы будем ждать в итоге ответа, или, соответственно, пойдем? Давай старую добрую считалку 5, 4, 3, 2, 1, и ладно, давай, давай начинать переходить к решебнику, я, если что, озвучу сразу ответы в чате. Да, сейчас, одну секунду, я тогда, соответственно, включу демонстрацию. Так, да-да-да, ты меня предупреждай, потому что иначе у нас кое-что не попало. Так, я переключил наш шаринг, сейчас, секунду, я сцены поменяю, один момент, у нас тут не совсем все пошло по плану, так, захват экрана, так, мне нужно тебя вывести, так, секунду, 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 все, все окей. Значит, я, единственное, сразу хотел, так сказать, за свои художества, как бы попросить прощения, вот, потому что, и за свой почерк. Значит, смотрите, мы с вами, на самом деле, должны здесь две, как бы, стратегии, о, как у нас красивая картинка, две стратегии нарисовать, смотри, вот, единственное, здесь есть такой момент, на который, мне кажется, немножко не обратили внимания, у нас с вами акция есть, и он продал опцион, то есть, короткая, соответственно, позиция по опциону, то, что называется, вот, ну, давайте, там, много времени у нас нет, но, тем не менее, вот, у нас идет с вами акция. Вот, что мы, на самом деле, по акции видим? Когда мы уходим по ней в ноль? Мы уходим по ней в ноль, тогда, как дается у нас, станет равно 33-м. Все, что выше, это наша прибыль, все, что ниже, это наши убытки, это, соответственно, у нас получается первый график. Вот, теперь, смотрите, у нас второй график, это короткая позиция по опциону, то есть, мы продали, соответственно, пол-опцион, правильно? Значит, у нас опционная премия составляет 3, и мы, соответственно, получаем эту опционную премию до тех пор, пока у нас цена акции не приблизится до 35. Вот, как только у нас цена акции приблизилась до 35, соответственно, мы начинаем, ну, как бы, мы должны будем выплачивать деньги. У нас точка безубыточности составляет 38. Значит, смотрите, что мы, на самом деле, имеем. Вот, для нас самый плохой сценарий, то есть, максимальный убыток у нас составляет тогда, как видно из этой задачи, когда цена акции упадет в ноль. То есть, чему тогда, соответственно, будет равен максимальный убыток? 33 доллара мы с вами потеряем по акции, и 3 доллара, соответственно, мы еще с вами получим премию по нашей, как бы, ценной бумаге, по нашим опционам. То есть, у нас максимальный убыток составит 30 долларов. А теперь дальше, смотрите, а теперь нам надо посчитать максимальную прибыль. Вот, давайте, как бы, посмотрим, я обычно беру такие экстремальные значения. Вот, если у нас, например, цена акции станет равна 100. Вот, цена акции станет равна 100, у нас с вами прибыль по самой акции составит 67 долларов. А чему у нас будет равна прибыль по опциону? Смотрите, по опциону мы должны будем выплатить с вами 100 минус цена страйк, минус 35, и еще мы получим опционную премию. То есть, у нас с вами получается, что по опциону, я здесь, извините, со знаком минус пишу, соответственно, то, что мы должны с вами выплатить. То есть, в итоге мы с вами получаем, что у нас размер нашей выплаты по опциону составит 62 доллара. То есть, мы 62 доллара должны будем заплатить противоположной стороне. И таким образом у нас с вами максимальный размер прибыли составит 5 долларов. Если мы возьмем, там, другое экстремальное значение, давайте, там, не знаю, возьмем, цена акции равна 50. Я здесь напишу, значит, прибыль по акции у нас с вами составит 17 долларов, а выплата по опциону у нас будет минус 50 плюс 35 плюс 3, соответственно, минус 12. То есть, мы с вами в итоге снова выходим на эти 5 долларов. Значит, как у нас будет выглядеть график нашей выплаты? График нашей выплаты будет выглядеть у нас следующим образом. То есть, мы с вами двигаемся от, значит, минус 30, от убытка в размере минус 30, двигаемся наверх, и как только мы достигли, соответственно, с вами цены 35, мы максимизируем нашу прибыль, соответственно, на значении 5 долларов. На значении 5 долларов – это стратегия, которая называется, по-моему, она фидуциарный колл-апцион, если не ошибаюсь, нет, наверное, она по-другому называется. И график выплаты у нас будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, смотрите, у нас с вами очень большой как бы даунсайд, так называемая защита, ну, риск потери снизу, но при этом у нас ограничена апсайд. То есть, апсайд мы оставляем на уровне 5 максимальный, соответственно, здесь же у нас с вами получается минус 30 максимальный убыток. То есть, это вот такая вот достаточно интересная опционная стратегия, соответственно, сама по себе. Ну, вопрос не, соответственно, не самый, да, 3 – это опционная премия. Вопрос не самый простой, поэтому, ну, как бы, это сложная экзаменационная задачка, может быть, даже второго левела. Вот, смотрите, на самом деле, здесь мы с вами задачку переходим. Сейчас идем дальше к следующему инструменту, а вопросы мы, да, как бы оставляем. Да, Егор, спасибо, что объяснил. Давай рассмотрим вопросы, только перейдем тогда. Мы как, на презентацию переходим, да? Так, ну, вот я смотрю, где у нас, в каком момент у нас вопрос, Сергей. А почему мы не вычитаем 3, а прибавляем к убытку? А, соответственно, а потому что 3 – это мы получаем эту опционную премию, понимаете? Мы продали опцион. Вот если мы посмотрим условия задачки и вернемся, на секундочку, к условиям задачи, то у нас в условиях задачи говорится, что мы продали колл-опцион. Мы продали. Это означает, что мы выступаем, как бы, андеррайтером, да, мы выступаем продавцом. То есть мы выступаем тем, кто получил, соответственно, эту страховую премию. Это наша прибыль. Егор, выключи, пожалуйста, шаринг. А, ага, одну секундочку. Чтобы ты появился у наших зрителей в нормальном отображении. Вот все, да, спасибо. Вот, поэтому троечку мы с вами должны прибавить. Это наш, как бы, плюс. Ну, представьте, смотрите, мы продали страховку за 100 тысяч. И, ну, плохой пример, но, тем не менее, прозрачный автомобиль попал в аварию. Сумма ремонта – 700 тысяч. Соответственно, наши совокупные убытки составят 600 тысяч. Да, то есть 700 мы должны преремонтировать. И ранее, соответственно, мы 100 тысяч получили. Поэтому их мы должны прибавить. Вот. Двигаемся дальше. Да, вопросы по этому блоку мы, в принципе, рассмотрели. И я так чувствую, так, да, мы научились рассчитывать максимальную прибыль по Call of Put опционам. Мы надеемся, что вы еще усвоите либо по переспросмотру этого вебинара, либо на курсе, о котором, собственно, пришла речь рассказать пару слов, а заодно раздать те плюшки всем тем, кто активно участвовал, ну, или просто пришел на сегодняшний воркшоп. То есть я начну, Егор, естественно, дополнит то, что курс подготовки к CFA уровень 1 у нас, он уже опробованный, хоть и новый, но уже по нему выпустились и выпускались и продолжает выпускаться студенты. Он славится тем, что доводит вас, вот начинается поток, и эксперт доводит вас за ручку до момента сдачи экзамена. То есть знания у вас не теряются, не происходит такого, что вы отучились, прошло там, допустим, 2-3 месяца, и все, надо вспоминать, сидеть, что же, на что же я потратил, потратила время. Нет, такого нет. Более того, у нас надо подчеркнуть, что материалы, что курс преподается на русском языке и, естественно, сдается на английском, но для тех, у кого возникают такие затыки с языком, да, это большой плюс. Многие спрашивают, что вот сейчас, например, Егор вам объяснял это на русском, а это избавляет от дополнительной нагрузки на мозг, это очень круто. Материалы, да, будут на английском, но объяснение на русском. Это действительно помогает, уже нам студенты ставят лайки, что это очень круто. Что вы получите после курса? То есть вы можете прочитать, ну, как я уже говорил, Егор сейчас дополнит эту информацию. То есть вы полноценно, ну, на определенном таком базовом крепком уровне овладеете Корпфином. Егор, можешь ли добавить, как эксперт данного направления, что зрители, слушатели наши получат? Ну, я достаточно долго могу рассказывать. Смотрите, условно, два основных блока. Я буду коротко говорить. Это первый блок, это фондовый рынок. То есть первый блок вы разберетесь, соответственно, какие есть инструменты, какие характеристики. То есть CFE достаточно детально рассматривает, что такое начинают акции, облигации, деривативы, о которых мы сейчас с вами говорим. Это опционы, фьючерсы, форварда, свапы, соответственно, как в них инвестировать, какие у них есть риски и так далее. А второй блок, это блок, скажем так, инвестиционного анализа, то есть который позволяет оценивать вам какие-то проекты, оценивать, соответственно, компании и так далее. То есть это репортинг, это корпоративные финансы и особняком стоит тема портфельной инвестиции и блок этика и стандарт профессионального поведения CFE-института. То есть, грубо говоря, это два вида, как бы два основных блока материалов. Это инструменты фондового рынка и инструменты анализа, скажем так. Да, мы плавно перешли к трудоустройству, то есть трудоустроиться вы можете везде, где требуется финансы, а сертификат CFE в резюме, Егор не даст соврать, он сейчас является завидным преимуществом. Мне кажется, кстати, поправь меня, что в будущем это будет эдаким базисом для тех, кто хочет действительно серьезно заниматься финансовым в организациях. Ну, смотрите, я бы на самом деле вот с чего начинал, с самого начала еще хотел сказать, что я сам начал задавать CFE, первый левел сдал в 2007 году, вот, и преподаю уже более 10 лет. И на самом деле я был очень сильно удивлен, вот, я думал, что в 2014 году, например, CFE в России, как бы уже все, так сказать, конец. Я увидел ровно, ну, на самом деле, действительно, были такие опасения, что международные сертификаты уйдут на второй план. На самом деле, вот именно в 2014 году было самое большое количество студентов, которых я преподавал. То есть, интерес очень сильно растет, и я могу сказать, что за 10 лет узнаваемость сертификата очень сильно выросла. То есть, все крупнейшие финансовые институты, ну, давайте я там не буду, крупнейшие работодатели, они не просто узнали, как бы, за этот срок CFE, они зачастую, соответственно, требуют его и требуют его, например, как критерий, как некое обязательное условие при, там, соответственно, повышении, при переходе в какой-то, там, другой раздел и так далее. Я более того могу сказать, что CFE, например, ну, я думаю, это не секрет, знает Центральный банк и знает Министерство юстиции Российской Федерации. То есть, одним из критериев, по которому вы можете стать квалифицированным инвестором, то есть, получить доступ к более широкому кругу инвестиционных инструментов, является наличие сертификата CFE. Вот, то есть, узнаваемость сертификата очень сильно растет, соответственно, количество работодателей, количество компаний, где он востребован, и количество сферы, оно тоже растет. Вот, в этом есть определенные причины. Я просто сейчас могу здесь лекцию, наверное, часа на полтора, соответственно, прочитать, но это действительно так. И, честно говоря, это достаточно сильно разошлось с тем прогнозом, который у меня был где-то в 2014-2015 году. То есть, мы видим обратный эффект. Эван, как повернулась. И теперь давай расскажем нашим зрителям о том, что они могут подготовиться к CFE с очень такой солидной скидкой. Промо-код, на которую появился сейчас у нас под трансляцией. Это вот, я думаю, вы сразу поймете, что к чему. Один промо-код обеспечивает вас 40% скидкой непосредственно на CFE. Вы можете нажать на данную кнопку, можете нажать на баннер, это вас перекинет на страничку с данным курсом, полистать программу, еще разок прочитать про Егора, просветиться вообще всей нашей программой подготовки и сэкономить до 40%. Промо-код другой, который, так понимаю, что вы тоже разберетесь, он дает скидку 10% на все в АПСЧ курсы CFE на все профессии, которые вы найдете. Вот, то есть курсы профессии со всех вас скинут 10%. И кроме того, вот как написано на экране, вы можете сделать первый платеж через 6 месяцев, то есть фактически полгода вы можете учиться бесплатно, то есть посмотреть, пощупать программу, нравится, не нравится, вот никакого жульничества, все честно, все прозрачно. Заходите, смотрите, дальше принимаете решение. Потом у вас есть кэшбэк от банков-партнеров, у вас есть скидки по программе Trade-in, если уже какие-то курсы были, как с машиной, как с айфоном, да, сдайте старый, покупайте новый, намного дешевле. И, естественно, можете учиться за счет работодателя, повышая квалификацию. Как мы уже не раз говорили, вы прокачиваете свои навыки, а работодатель получает более квалифицированного сотрудника. Ну и давай отзвучим отзывы, которые мы отобрали, скажем так, самые такие приземленные отзывы, потому что мы знаем, что отзывов много, когда пишешь много, люди жалуются, но что вы опять не сочиняли отзывов, мы вот, которые есть, встречаются из чатов, из переписок. Специально отобрали, вот, а на самом деле отзывов намного больше. Слушай, Егор, я думаю, что раз презентация попадет в руки к нашим зрителям, мы это можем быстренько промотать и переключиться на тему 3. Еще раз призываем всех разобрать бонусы, да, про бонусы не сказал, методичка по CFA Charter, это такой двухстраничная брошюрка, рассказывающая плюсы, преимущества CFA, где он может пригодиться на английском, и инструкция по подготовке, это наша авторская книжка, естественно, разбираем промокоды и переходим к третьей части. Да, Роман, спасибо большое, ну, смотри, я предлагаю следующим образом поступить, так сказать, в интерактиве мы работаем, у нас немножко, ну, тема на самом деле действительно очень интересная, я могу про нее рассказывать, наверное, две таких там лекции, часа по четыре, вот, но время немножко поджимает, поэтому я предлагаю следующим образом поступить. Вот я сейчас расскажу один маленький кейс про опционы, а потом расскажу про второй инструмент, но, грубо говоря, не по слайдам, и я вижу из наших ответов, что слушатели достаточно хорошо усвоили эту тему, поэтому вторая тема, она будет им прям прозрачной и более понятной, потому что второй инструмент, это 4RD фьючерсы, они на самом деле являются более простыми. Посмотрите, кейс, который я хотел бы там заготовить, ну, не то чтобы заготовить, немножко рассказать, это совершенно феноменальный кейс, может быть, кто-то из вас помнит, с такой нашей российской государственной компанией, компания «Транснефть», что произошло с компанией «Транснефть», она очень удачно, удачно в кавычках захеджировала свои валютные риски через опционы, соответственно, в 2014 году, и, значит, степень ее удачности, как бы, обратилась тем, что компания получила убыток в размере 2 миллиарда долларов, как бы, на секундочку. Значит, что делала «Транснефть»? Она в 2013 году покупала опционы, в соответствии с которым страховала свои рублевые затраты. И так вышла, покупала в 2013 году, что у нее дата экспирации этих опционов произошла, соответственно, на конец 2014 года. И компания, как бы, ну, в общем-то, попала, так сказать, на достаточно большие убытки. Значит, кто ей продал эти опционы? Эти опционы ей продал Сбербанк, соответственно. Понятно, что Сбербанк выступал в этой ситуации дилером, то есть он не брал на себя валютный риск. Он в противоположную сторону захеджировал, он захеджировал и на Чикагской, соответственно, там, опционной опционной деске, на Чикагской опционной бирже, и, в общем-то, получилась такая парадоксальная ситуация, которую я там, ну, парадоксальная, неприятная ситуация, когда по итогам 2014 года выяснилось, что российская государственная компания проиграла, так сказать, американским инвесторам в конечном итоге 2 миллиарда долларов. Соответственно, что делает, ну, в размер, как бы, в разгар санкционного кризиса? Что делает, как бы, компания «Транснефть»? Я без относительно оценок здесь, соответственно, говорю, механизм, я сейчас тоже пару слов скажу, компания «Транснефть» подает в суд на Сбербанк и говорит, что опционы – это слишком сложные инструменты, дилер не донес до нас все риски, которые мы берем с себя по этому инструменту, соответственно, мы были введены в заблуждение, вот, и так далее. И, вы знаете, первую инстанцию «Транснефть» выигрывает, и после этого заключается мировое соглашение, которое является конфиденциальным, насколько я знаю, Сбербанк взял на себя половину убытков, соответственно, от этой сделки, то есть миллиард, как бы, взял с себя убытка, соответственно, долларов, миллиард остался «Транснефть». В 2017 году, если посмотрите, была абсолютно аналогичная ситуация, если не ошибаюсь, я, знаете, все время путаю, по-моему, с «Сухим», а у нас это точно самолетстроение, это, по-моему, сухое, соответственно. Абсолютно зеркальная ситуация, застрахованы были риски через опционы, соответственно, снова через «Сбербанк», и в этом случае суд уже стопроцентно признал, соответственно, он аннулировал сделку после того, как порядка 13 или 14 миллиардов рублей проиграл, по-моему, Сухой или Туполев, я не помню, короче говоря, кто-то из производителей, и «Сбербанк» вынужден был, соответственно, эти убытки признать, принять на себя. Как бы суд сказал, суд сказал, что, ну, вот представьте, да, вы покупаете какую-то структурную ноту у брокера, несете убыток, а потом приходите и говорите, а вот брокер мне не объяснил, насколько это все рискованно, насколько это сложно, и суд принимает, соответственно, вашу сторону. Вот, поэтому правильное хеджирование – это, так сказать, опоры, то есть вот Toyota, как я начинал занятия, прохеджировалась правильно, соответственно, а вот, к сожалению, ну, будем считать, что это совпадение, к сожалению, с риск-менеджментом нашей компании не очень все хорошо. На самом деле, вот еще прям пару слов скажу. Смотрите, в чем, как бы, как, вот, собственно, мы с вами с одной стороны говорим, что по опционам нельзя, как бы, очень много проиграть, да, вы когда покупаете опционы, но как на самом деле, и это уже предмет второго или третьего левела CFI, как на самом деле выглядят опционные стратегии, они выглядят следующим образом. Вот представьте, вы являетесь, там, директором по рискам компании, и вы хотите захеджировать всю выручку или все затраты. Вот, к примеру, я не знаю, сколько выручка, к примеру, соответственно, вам надо захеджировать, там, 20 миллиардов долларов по затратам. Транснефть, я думаю, там, порядок величины приблизительно такой. Сколько стоит страховка? Ну, к примеру, соответственно, 2%. Вроде не так много, но когда вы приходите на сайт директоров и говорите, я хочу купить страховку, которая будет стоить, соответственно, сколько у нас получается, извините, там, 20 миллиардов, я сказал, ну, давайте, ладно, 10 миллиардов, там, 2%, соответственно, от них возьмем, это у нас будет получаться 200 миллионов долларов, да, и что вам скажут сайт директоров? 200 миллионов долларов за что, соответственно, за страховку? Нет, ребята, идите дальше думайте. И, собственно, что делают все, как, на самом деле, все компании хеджируются именно через опционы? Они, с одной стороны, покупают опционы, которые им нужны, но, с другой стороны, они начинают продавать опционы, соответственно, то есть сами, как бы, выписывать страховки для того, чтобы покрыть свою страховую премию. То есть, понимаете, они купили страховку на 400 миллионов, цифру я не знаю, там, я не помню какую-то, но я думаю, порядок приблизительно такой же. То есть они купили страховки на 400 миллионов и одновременно продали, соответственно, страховки. И те страховки, которые они продали, они, у них наступил страховой случай, потому что в декабре 2014 года рубль улетел в космос. Вот. Ну, в общем, такие ситуации, они случаются. Значит, да, вот такое небольшое было, как бы, отступление. Смотрите, мы идем с вами про второй инструмент. Я думаю, что он будет понятен, не менее. Я простыми словами свое скажу. Вот смотрите, опционы – это страховка, а вторые инструменты – это форварда и фьючерсы. Вот форварда и фьючерсы, в отличие от опционов, это наш с вами спор. То есть у нас есть две стороны, которые спорят о цене базового актива на какую-то определенную дату. Вот представьте, например, мы с вами, мы сидим на работе, да, там, коллеги, и говорим, я думаю, что там рубль будет столько-то стоить на конец года, а вторая сторона говорит, я думаю, что, ну, грубо говоря, будет стоить меньше или больше. Соответственно, мы с вами заключаем форвардный контракт. Например, мы с вами заключаем форвардный контракт на то, что рубль в конце года будет стоить 75 долларов, ну, доллар 75 рублей. Значит, если в конце доллар стоит 77, длинная сторона, то есть сторона, которая покупает доллар, она выигрыша окажется, да, то есть она говорит, ну, я же, как бы, говорил, что будет дороже, соответственно, и она получает два. А вторая сторона, она, соответственно, платит. Вот в чем, как бы, принципиальное отличие форварда, фьючерсов от опционов? Если вы купили опцион, вы понимаете, какой у вас минимальный убыток. По форвардам и по фьючерсам у вас минимального убытка нет, это спор, да, это просто спор, сколько одна сторона выиграет, столько одновременно вторая сторона проиграет. То есть мы заключили, давайте там на акции Apple, соответственно, сейчас акции Apple там 100 долларов стоят, они там дробление сделали, мы говорим, я думаю, что на конец года акция Apple будет стоить там 110 долларов, а акция Apple стоит 500 долларов, соответственно. Вот длинная сторона, которая покупает актив, да, так сказать, которая, так сказать, покупает актив, она, соответственно, выигрывает 500 минус 110, то есть она выигрывает 390 долларов, но вторая сторона должна ей, соответственно, заплатить. И может быть обратная ситуация, что Apple, например, стоит 50 долларов, и вы тогда, как длинная сторона, должна будете второй заплатить, соответственно, то есть вы ставили на то, что актив будет стоить дороже, а на самом деле он стал дешеветь. вы должны будете заплатить 60 долларов, вы в проигрыше, вы проиграли. Вот это вот разница между опционами и форвардами и фьючерсами. Соответственно, то есть опцион – это страховка, а форвард и фьючерс – это спор на цену базового актива. И спорят, сколько одна сторона выигрывает, столько вторая сторона и проигрывает. Значит, это первое. Второй момент, который я бы хотел здесь обозначить, смотрите, это вот мы можем перейти на слайд о характеристике фьючерсных контрактов. То есть вот опять был на самом деле задан хороший вопрос, а на что заключаются эти споры. Вот есть основные активы, которые инвесторам интересны. Это валюты, это коммодити, это акции и так далее. И биржа, зная, что такое количество споров достаточно большое, она, соответственно, говорит, а нам надо вот эти контракты предлагать, чтобы к нам приходили инвесторы и на нашей площадке спорили, а мы за это будем получать небольшую комиссию. Соответственно, то есть биржа предлагает такой инструмент, который называется фьючерсы. Фьючерсы, соответственно, это те же самые форумные контракты, то есть споры, но уже которые предлагает биржа, и они уже носят стандартизированный характер. То есть вы, например, не можете поспорить на цену, ну я не знаю, какой-нибудь маленькой акции или сколько будет стоить, 7,5 акции и так далее. Биржа будет предлагать те контракты, которые наиболее интересны, соответственно, на которые есть спрос, на которые то, что называется финансовым языком, есть ликвидность. Поэтому количество биржевых контрактов это меньше, это первое. Второе, что очень важно, когда биржа, вот если можно на слайд перейти, маржа гарантийное обеспечение, когда биржа, соответственно, будет выступать как площадка для совершения таких фьючерсных контрактов, она заодно, чтобы не потерять, так сказать, лицо, будет выступать стороной, которая гарантирует исполнение обязательств. То есть вот смотрите, когда мы на работе с вами спорим о цене акции Apple, есть шанс, что вторая сторона не заплатит, ну там нет денег как бы у человека, или он передумал, соответственно, это то, что называется counterparty risk, риск второй стороны. Вот биржа, она этот риск убирает. За счет чего она этот риск убирает? За счет того, что биржа у вас по контракту будет требовать гарантийное обеспечение или маржу, в соответствии с которой, ну как бы будут, который будет прогарантировано исполнение обязательств по вашему контракту. Вот смотрите, что я имею в виду. Вот давайте мы поспорили с вами на стоимость на 1000 долларов. Мы говорим, что там в конце года 1000 долларов будет стоить 75 рублей, например, за доллар. И мы кладем на гарантийное обеспечение 10 тысяч рублей. Вот смотрите, я, например, выступаю длинной стороной по фьючерсу. Значит, мне выгодно, когда доллар будет дорожать. А теперь представим ситуацию, что доллар дешевеет. То есть курс становится не 75, а курс становится 74. Значит, я сколько потеряю? Я потеряю 1000 рублей. Вот биржа возьмет и с моего маржинального счета эту 1000 рублей спишет. То есть у меня на маржинальном счете будет не 10 тысяч рублей, а будет 9 тысяч рублей. Если курс еще ниже пойдет, он будет не 74, а 73, значит, соответственно, биржа еще спишет 1000 рублей. И она будет списывать эти суммы до тех пор, пока не произойдет, можно сказать, маржин пол, пока размер маржи не дойдет до какого-то минимального порогового значения. Вот это минимальное пороговое значение называется гарантийное обеспечение. Вот как только у меня размер моего маржинального счета упадет до размера гарантийного минимального обеспечения, биржа в принудительном порядке закроет мой контракт и скажет, твой спор закончен, соответственно, ты проиграл, если так можно выразиться, ты проиграл, соответственно, дальше у нас есть лица того, что вы не заплатите, поэтому мы этот спор прекращаем. Соответственно, собственно, страна, которая будет заниматься этим на бирже, называется клиринг. То есть биржа чем хороша? Тем, что там есть клиринг. И, собственно, если вы зайдете на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи, вы посмотрите, что за 150 лет клиринг Нью-Йоркской фондовой биржи, или за сколько там лет существования, не допустил ни одного дефолта. Вот парадокс в том, что в московской бирже недавно клиринг допустил дефолт. Если кто-то помнит, такая феноменальная история по расчету контрактов по нефти по WTI, когда нефть ушла в минус. Соответственно, когда нефть ушла в минус, то наш клиринг московской биржи, я ничего не имею против московской биржи, но просто я как бы в российских реалиях живу и знаю кейсы наши. Я хуже владею американскими кейсами. И когда, соответственно, WTI ушел на минус 37 долларов, клиринг, соответственно, московской биржи прекратил торги на уровне гарантийного обеспечения, по норме 8 долларов за один контракт, а расчеты стал проводить по цене минус 37 долларов. И таким образом счастливые, в кавычках, трейдеры открыли с утра свои торговые терминалы и увидели, что у них на маржинальном счете минус 12 миллионов рублей, минус 8 миллионов рублей, минус 5 миллионов рублей, чего быть не должно вообще ни в каких обстоятельствах. Я думаю, что здесь на этой ноте, так сказать, мы можем перейти к вопросам. Так что базы, если Роман позволит... Да, я... Так, секунду, я появился. Так, мы переходим... Да, на самом деле мы то, что недорассказали, вернее, то, что пробежали, мы оставим в презентации, зрители сами посмотрят. В случае чего смогут связаться по любой форме обратной связи, написать нам там в Инстаграме, в Бакашке, в Телеграме. Если что, мы на все, возможно, вопросы ответим. Да, и так, уважаемые зрители, какие у вас вопросы накопились вообще по сегодняшнему воркшопу и что у вас, как всегда, мы спрашиваем на душе? Может быть, какие-то эксклюзивные вещи, может быть, вы что-то хотели узнать про сам курс, про что мы не рассказали. В общем, спрашивайте, мы сейчас буквально там 2-3 минуты на них быстренько ответим, а пока перед вашими глазами слайд с контактами, вы можете просто камеру навести на нужный QR-код и нынче модная тема в плане вакцинации, и перейти либо на Инстаграм, либо на наш YouTube, где уже бесчисленное просто количество как вот таких вот воркшопов или вебинаров, так и коротких обучалок очень полезных. Сейчас продолжили заливать по Excel, по Power BI, ну, в общем, Александр Вальцев заливает по юнит экономики, по таблицам капитализации, в общем, переходите на наши ресурсы, контента очень много, он полезный и везде здесь, естественно, он бесплатный. Более глобальные программы мы, конечно же, вот как на данном курсе мы выкладываем. В каком формате будет проходить сам курс, спрашивают у тебя, Егор? – Значит, формат, если я правильно понимаю занятия, да, смотрите, у нас с вами четыре занятия будут точных, это занятия первые два и две консультации через, по прошествии первой половины курса и по прошествии второй половины курса, трагеринационной консультации, точные занятия проходят на Повелецкой, но там ведется запись, то есть те, кто не могут, соответственно, прийти, они могут посмотреть это в записи, а остальные занятия – это, соответственно, по Zoom в режиме онлайн, но здесь также ведется видеозапись, то есть кто не имеет возможности присутствовать, соответственно, в режиме онлайн, могут потом посмотреть, а занятия проходят по выходным или в воскресенье или субботу, ну, соответственно, график у нас уже подготовлен, а если не ошибаюсь, сейчас в ближайший курс будет подготовка экзамена в феврале 2022 года, там занятия по воскресенье. То есть большая часть занятий – это онлайн, на платформе Zoom, соответственно, ну, несколько занятий у нас с вами очных, чтобы мы могли встретиться, так сказать, какими-то очень важными общими моментами, так сказать, поделиться, обсудить, вот, но в основном это онлайн. Ну, как вы убедились? Если я правильно понял вопрос про формат. Ну, я думаю, правильно, а иначе-то как, формат он и предполагает. Вот, Артур, спасибо, что разъяснил, Егор, но я хотел добавить, что вы прекрасно видели, как Егор вещает в режиме онлайн, он не даст вам заскучать, информация усваивается, и поэтому даже у вас, если не будет возможности поучаствовать в очных сессиях, вы спокойно сможете сесть перед своим компьютером дома вечером и посмотреть трансляцию, вернее, запись. Никита пишет, благодарю за подробное объяснение. Артур спрашивает, а у меня нет... Да, я вижу вопрос. Я обычно всем зачитываю, да, ну, хорошо. Значит, у меня нет высшего образования в сфере финансов, могу ли я сдать CFL и ВООН? На самом деле, я как бы без, ну, без сожаления, не то, что без сожаления, я просто скажу, у меня тоже нет высшего финансового образования, вот. Отвечая на этот вопрос, да, можно сдать, если мы говорим про формальную сторону. Смотрите, если говорить про неформальную сторону, значит, про неформальную сторону, здесь есть такой момент, что вот именно в американских реалиях курс CFA – это курс именно повышения квалификации, то есть предполагается, что вы там где-то учились, соответственно, что-то там, вы поработали 2-3 года, и потом вы говорите, так, у меня вот стопор, или я хочу стать как бы, или 10 лет поработали, да, я хочу получить какой-то толчок в карьере, я хочу получить какие-то новые знания, и вы идете, соответственно, на курс CFA. Вот у нас зачастую бывает ситуация, когда, ну, это тоже нормальная, как бы, да, ситуация, когда идут CFA обучать, там, студента 3-го курса, студента 4-го курса, но, в принципе, смотрите, к чему я говорю, что курс CFA, он предполагает у вас наличие финансово-экономического бэкграунда. Вот у меня он просто был в силу опыта моей работы, да, на тот момент. То есть курс CFA, он не останавливается на таких базовых концепциях или понятиях, то есть не объясняет там, например, в курсе финансово-отчетность, он не объясняет, что такое принцип двойной записи, что такое отчет, что такое, соответственно, отчет о приближных убытках, что такое отчет о, там, движении капитала, там, к примеру. Ну, объясняет, но очень-очень быстро. Он не говорит о том, в курсе экономики, что такое ВВП. То есть мы не говорим о том, что такое ВВП, мы говорим, что есть ВВП с затратным подходом, который считается, есть ВВП, который считается доходным подходом, там, сбережения, минус инвестиций, это сумма, там, фискального баланса, торгового баланса. И в этом смысле образование не нужно, как у меня его нет, да, соответственно, финансово-экономического образования. Но чтобы вы смогли сдать профиль, ну, бэкграунд должен быть все-таки неплохо, у вас должно быть общее представление. Да, если у вас там суперсветлая голова, как у студентов, которые пока еще не успели там поглупеть от работы, может быть, у вас тоже, соответственно, получится. Но, в принципе, это бэкграунд, да, это бэкграунд или образование. Но у тебя, извини, конечно, тоже физтех, так что будь здоров. Да, ну, вот, но, тем не менее, вот, если бы у меня было просто образование, а техническое, но я не владел бы на тот момент определенным опытом работы, я бы, скорее всего, не сдал. Что касается английского, смотрите, английский должен быть, там, ну, примечание, да, английский должен быть уровня среднего, выше среднего. Ну, средний – это так, нет, все-таки давайте там вещи называть своими именами, это уровень должен быть, конечно же, выше среднего, но при этом у вас не должен быть там fluent speaking English, то есть вы не должны, как бы, иметь говорить, но вы должны достаточно быстро уметь читать и читать, как бы, большое количество материала, большое количество текста. Вот в чем, как бы, прикол, мне часто задают вопрос, а что там с финансовым английским? Нужно ли пройти курс финансового английского, так далее, соответственно, вот, значит, то я отвечу так, вот именно терминологию учить не надо, соответственно, вот мы с вами каким-то термином на протяжении курса, там, net present value, yield to maturity и так далее, а вы в 3 часа ночи, там, разбудишь, соответственно, вы перед экзаменом это все вот прям как из пушки выдадите. Но, тем не менее, объем материала очень большой, соответственно, поэтому английский должен быть хороший. То есть, вот почему, на самом деле, такая высокая ценность, я долго не буду сейчас рассказывать, почему такая высокая ценность CFA, почему он реально ценится, и в каком-то смысле это монополист в настоящий момент, ну, практически монополист на рынке сертификата по инвестициям, да потому что он сложный, потому что его сдать сложно. И, соответственно, тот факт, что у вас уже есть данные CFA, даже то, что вы учили, сдали хотя бы первый левел, многие сдают первый левел, основная, это уже знак качества, что вы умеете работать в сжатые сроки, с большим количеством материала, что вы умеете быстро, соответственно, этот материал, как бы, так сказать, переваривать и быстро соображать. Вот, и да, здесь все-таки английский нужен. Извините, что я так далеко отвечаю, но тем не менее. Да нет, это важный вопрос просто, на самом деле. Да, да, про английский часто спрашивают, и многие почему-то думают, да, что вот придется говорить, 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 а на самом деле отнюдь. Придется читать, придется читать. Соответственно, первое время со словарем, может быть, но читать придется много. Ну да, профтерминология, разумеется. Да, да, сертификат можно получить без высшего. Там нужно образование бакалавра минимально. Ну, смотрите, в Штатах там финансистами, инвестбанкирами идут вообще работать, там химики, извините, медики, соответственно. У них там немножко другое, у них там доктор философии и так далее. Вот, ну то есть там можно, да, нужен бакалавр, но финансо-экономика именно по образованию нету требования. Образование нужно формально, чтобы сейфы получить. То есть, если вы школу закончили и все, то сейфы вам на самом деле дадут, но формально не должны давать. Сейфы, он как американская мечта, то есть, по сути, для него все дороги открыты. Ну и да, здесь еще один момент, я отмечу, что, смотрите, надо понимать, что сейфы – это международный сертификат. То есть, те вопросы, которые, те материалы, которые вы учите в России, они точно такие же, как в Голландии, как в Британии, соответственно, как в Соединенных Штатах, ну вот я уже преподаванием занимаюсь более 10 лет, я просто со многими студентами поддерживаю общение. У меня есть студенты, которые сейчас живут в США, значит, я пытаюсь сообразить в Голландии, в Вьетнаме и так далее. И живут и работают, соответственно, да. Ну, в общем-то, этот сертификат, он универсальный, его знают везде. Единственное, на самом деле, по поле самое большое количество студентов сейчас это в Китае. Вот, китайцы, по-моему, сдают на китайском языке, а везде это английский, соответственно, везде. Ну, китайцы, да, судя по тому, что они все-таки являются первой, наверное, уже экономикой, они, наверное, продавили себе право сдавать на родном. А русскоязычному населению о таком стоит только мечтать. Слушай, а как классно звучит, что я сдавал CFA в Вьетнаме. Круто. Слушай, давай на этой ноте, тем более вопросы в чате закончились, потихоньку опускать занавес. Я благодарю тебя от лица SF Education и, надеюсь, что от наших зрителей за то, что ты выкроил время для этого воркшопа. Вот, было действительно... Спасибо всем большое, что в столь позднее время. Почитайте вот эти... Найдите статьи, почитайте про ТАТ-нефть. Это супер вообще. Прочитайте. По-моему, там или Туполев, или Сухой. Я их все время путаю, соответственно. Это супер кейсы. Там суды не так давно закончились, но там вот все прям красиво. Там и опционы, и наши банки, и наши, так сказать, суды, которые не понимают. И посмотрите еще вот этот кейс, что касается фишусов. Вот по нефти, которая экспирировалась на минус, соответственно. Ну, там как бы грустная история, но достаточно поучительная. Вот. Если вы с этим кейсом разберете, в принципе, инструменты вы понимаете, как устроены. Спасибо большое, Егор. Да, в общем, вы теперь знаете, что погуглить и что почитать. На ночь, возможно, даже сегодня, чтобы закрепить знания. Что ж, мы тогда со всеми прощаемся. Призываем вас подписываться на наши ресурсы. Кто не подписался, если у вас есть вопросы, обращайтесь смело по обратной связи. В самом крайнем случае, на почту info.sobaka.sflearning.org. Естественно, ждем вас на будущих воркшопах. Следующий воркшоп у нас будет по трейдингу в рамках школы инвестиций. С Петром Котовым будем вещать на самые интересные темы, как всегда. Вот. Регистрируйтесь. Забирайте плюшки из нашей сегодняшней трансляции. Ну и до новых встреч. Егор, уважаемые зрители, всем спасибо большое. Со всеми прощаемся. Спасибо большое. До свидания. Всем пока. Так. Так, так, так. Закончили? Еще. Ну я это все равно порежу. Сейчас я по БС-ку перейду. Так-то я там выключил. Так, остановить трансляцию. Так. Пока.